У нас свидетельств сегодня не будет, потому что очень плотная программа, но я хотел бы... Мы сняли свидетельство, за что эта программа так, что и плотная. Чтобы мы поприветствовали новых людей, это вот брат и сестра Владимир Ангелин. Они приехали сегодня из Коварны, а так они раньше в Германии жили. Искам да поприветствуем днес нового членовина церкви. Но приняли решение переехать в Болгарию и ходить в нашу церковь. Слава Богу, давайте поприветствуем. Сегодня у нас новый проповедник. Она также студент. Подчеркну московской. И одновременно киевской. Духовная академия. Духовная академия. И мне это нравится. И това на мен не харесла. Потому что церковь не должна находиться на той или на другой стороне. За что то церковь не треба да се намерен на тази или на другата страна. Бог не умер только за одну или за другую нацию. Бог не умрял само за една или за друга нация. Бог любит всех нас одинаково. Бог не обича всички одинаково. Нации, они не виноваты. Нациите не са виновни. Правители воюют между друг другом за свои личные амбиции, потому что возомнили себя богами, и свои интересы ставят высшие интересы народа. Я скажу так, что война на Украине давно бы уже закончилась, если бы правители думали о людях, но сегодня никто не думает о людях. Поэтому пусть Бог благословит. Сегодняшнее служение, оно будет этого касаться. А сейчас давайте поприветствуем, опять же, первый раз в своей жизни. Будет проповедовать проповедница Оксана Володина. Всем привет! Рада вас видеть! Много се радом, да ви видя. Для меня это тоже честь быть учеником в Духовной Академии. За мен все, что е честь, да буду ученик на Духовната Академия. И там было задание создать проповедь, отправить свою проповедь. И там има ще задание, да направим своята проповедь. И я уже думала поступать в Академию несколько лет назад, но из-за возраста меня не взяли. Я смислих, да влизам в тази Академия още преди няколко години, но заради возраста ми не са ми приели. И тогда мне тоже было страшно подумать, что нужно сделать свою проповедь. И тогда също ми беше страх да се замисля, че трябва да напиша проповед. Но в итоге через несколько лет все равно пришлось написать ее уже и столкнуться с этим страхом. Но най-накрая, след няколко години, трябва ще пак да срещ на този страх и да напиша проповед. И тема проповедей – быть смиренным в сердце, как Иисус. И темата на проповеде – да будешь смирен в сердце, как то и Иисус. Когда-то на молодежки, несколько раз на молодежки нас спрашивали, кто наш супергерой, на которого мы бы хотели быть похожим. Понякога на нашите молодежки собирания, виднаш на нашите молодежки собирания, са ни попитали, кой е нашият супергерой, на който искаме да будем приличени. Кто-то хочет быть похожим на своего отца, какую-то известную личность. Някой иска да прилича на своя баща, на някаква известна личност. Но, конечно же, были ответы, самые правильные, можно сказать, быть похожим на Иисуса Христа. Но, естественно, имало отговори, най-правилните отговори, да приличаме на Иисус Христос. Потому что, например, Павел в первом послании к Коринфянам 4 главе 16 стихе пишет. За что-то Павел во первом послании к Коринфянам 4 глава 16 стих пишет. На проекторе есть на болгарском. На проекторе может дочтеть и на болгарском. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. И этот ответ звучит очень правильно, очень духовно. Но что на самом деле означает быть похожим на Иисуса? Но тоже отговор звучит много правилно, много духовно. Но какво вслышно означало да приличаме на Иисус? В Матфея 11 главе 28-30 стих Иисус говорит. В Матфея 11 глава 28-30 стих Иисус говорит. Тут мы видим, что Иисус говорит, что Он кроток и смирен сердцем. Кротост е такое качество, которое сочетает в себе мягкость характера с твердостью Духа. Кротост е качеството, которое сочетава в себе си мекост на характера и твърдост на Духа. Хотя раньше я сама думала, что это просто означает быть мягким полностью. И что же значит быть смиреной? Я написала несколько пунктов. Я вдохновилась еще одной проповеди, поэтому это не только я сама все придумала. Смиреный человек просит о помощи, если нуждается. Он не пытается все контролировать. Он дает свободу другим людям, например своим детям, другим служителям. Чтобы они могли сделать какое-то дело по-своему, через свой взгляд. Например, если в церкви есть какое-то служение. И, например, ты можешь посуду. Их очень много. Штук двадцать. Двайсет. И ты понимаешь, что ты очень устал, и ты в этот момент можешь подойти к другому человеку и сказать, можешь, пожалуйста, мне помочь, я очень устал. И ты разбираешь, че ти си изморен и отиваш при друг човек и ему казваш, аз съм много изморен. Може ли да ми помогнеш? Потому что, когда ты просишь о помощи, мне кажется, гордость потихоньку сокрушается, потому что гордый человек трудно просит о помощи других людей. И всъщност, когда молишь за помощь, това всъщност е част на смирение. Можешь, можешь повторить, очень много. Когда молишь за помощь, гордостта сте смирява. Хорошо. А второе, смиренный человек быстро прощает и его трудно обидеть. Второе. Смирен человек бързо прощава и трудно е да го убидишь. Он помнит, что Бог сделал для всех людей, что Он простил им все грехи. То есть и сеща, че Бог и простил, какво Бог и простил на хората, че Той мы простил греховете им. И Бог нам сказал поступать так же, прощать другим их грехи, как Бог простил нам. И Бог не казал, да прощаваме греховете на другий типус, аж те начин, както Той не простил. В Матфея 6 главе, 14 стихе написано. В Матфея 6 глава, 14 стихе пиши. Ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. И так же, если человек живет в любви, то любовь обидеть трудно. Як у человека живее в любовь, то любовь то е трудно да убидишь. Третия. Смирен човек относится понимающие к слабостям других. Он не осуждает чьи-та действия и в целом людей. Трето. Смирен човек се отнася с разбиране към слабостите на другите хора, неосъжда действията на някого и хората като цяло. В Матфея 7 глава, 1 стихе написано. В Матфея 7 глава, 1 стихе пиши. Не судите, да не судимо будете. Так же в Евангелието от Иоанна, 8 глава, разказывается. Също така в Евангелието от Иоанн, в 8 глава се разказыва. Как к Исусу привели женщину, взяту в прелюбодеяние. Как се довели при Исус жената, която е взета в прелюбодеяние. И по закону люди должны были побить ее камнями. И по закону хората са били длъжни да хвърлят камъни по нея. И тогда книжники и фарисеи спросили Иисуса, что он об этом думает. И тогава книжнисти и фарисеи са вопитали Иисус, какво той мисли за това. И он сказал, чтобы бросили камни те, кто без греха. И той казал, да хвърлят каменни тези, които са без грех. И все, будучи обличаеми совестью, разошлись. И всички, бъдайки укрени от своята съвест. И осталась только эта женщина и Иисус. И всички укрени от своята съвест са си тръгнали и останали само тази жена и Иисус. И тогда Иисус спросил нею. И тогава Иисус я и попитал. Это написано в Евангелии от Иоанна восьмой главе, в десятом-одиннадцатом стихе. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Меня восхитило то, что Иисус, будучи полностью безгрешным и святым, восхитило то, что Иисус и был на полно свят безгрешен. И Он не осудил эту женщину. И Той не усадил жената. Он проявил к ней свою любовь и принятие. Той и проявил ко мне свою любовь, приемане. И принять человека, это не означает принять его грех. И да приемеш человека не означало да приемеш негови от греха. Бог ненавидит грех, но любит самого человека. Бог мразит греха, но убит самим от человека. Иисус принял ее и дал ей понять, что не нужно впредь грешить. Иисус я приел и показал, что Тя не трябва да греши на татак. И нам нужно так же стараться принимать людей и смотреть на них через Божью любовь. И ние също трябва да се опитваме да приемаме хората и да гледаме към тях через Божията любовь. Ну, осуждать не только словами, но и в самой голове. Не осуждать. Да не осуждаме не само создумите, но и вовсвоята глава сожду. Потому что я, когда прочитала это место... За что то аскугату прочитах тува мясту? Я подумала, но я бы, наверное, не осудила бы эту женщину даже у себя в голове. И потом решила сделать эксперимент и прослеживать, что я думаю в течение дня о людях вообще. И после реших да направя эксперимент, да гледам върху това какво мисля за другите хора. И оказывается, что я очень много осуждаю людей, например, на улице, когда кто-то не так перешел дорогу. И се оказа, че много хора осъждам, когато някой не е минал пъти както треба и така нататък. Или даже в церкви тоже бувает, когда кто-то опоздал, например. Я в голове тоже думаю, вот он опоздал, а я пришла раньше. Или даже когато в церкви закасняват и аз си мисля, и как си можел да закаснееш, а аз пък съм била по-рано. Но мы не можем да говорить, потому что не знаем причину, почему опоздал человек. Но мы не можем да казваме така, защото не знаем причината, по която человек е закаснял. Может быть у него что-то случилось. Может быть нечто се случило. И так с другими вещами, что мы не знаем, почему человек так поступает, что его потолкнуло к этому. И също така с другите неща. Не знаем какво го насочило към това действие. Также четверти пункт, смирен человек, это миротворец. Също така, четверти пункт. Смирен человек, той миротворец. Тут можно задать себе вопрос. Готов ли я всегда извиняться первым, независимо от того прав я или нет? Тук може да си зададем въпрос. Готов ли съм да се извинявам винаги първи? Не, зависимо от това дали съм прав или не. Потому что пойти извиниться первым, это действительно признак зрелости. Защото да се извинишь първи, това е признак на зрелоста. Пятый пункт. Смирен человек видит свои слабости и готов их признавать перед другими людьми. Пяти пункт. Смирен человек вижда своите слабости и готов да ги признава. Он так же может принимать критику от других людей. Той също така може да приеме и критику от другите хора. И на каждого человека у Бога ест план. И за всеки човек Бог има план. Через какие-то трудные обстоятельства он меняет наш характер, чтобы подготовить. Через някакви трудни обстоятельства той не смирявася да не подготвя към нещо. Например, Иисус говорил Петру, что его ждет большое служение. Например, Иисус и казал на Петър, че него го чака голямо служение. Но возможно на первых этапах его служение ему могла бы помешать его гордость. Но может быть на первите этапи на неговото служение щеш да му повречи гордость. И когда Иисус говорил, что все его оставят, И когда Иисус и казал, че всички ще го оставят, Тогда Петър яростно говорил, что он этого никогда не сделает. Тогда Петър яростно и казал, че никога няма да го направи това. И он даже спорил с Иисусом, когда он ему сказал, что он это сделает. И даже спорил с Иисус, когда то и казал, че той ще го направи. Потому что Иисус сказал, давай я помолюсь за тебя. И Петр мог бы сказать, да, Боже, я бы хотел, чтобы ты помолился за меня. Но он продолжал так же яростно спорить. И мы все знаем, что случилось с Петром потом. Я думаю, что через эту ситуацию сердце Петра сокрушилось, и его характер начало меняться. Так же смирен человек хорошо отзывается от других, и думаю, что не сплетничает. Седьмой пункт. Смирен человек с радостью служит другим людям и любит отдавать. Седьмой пункт. Смирен человек с радостью служит другим людям и любит отдавать. Например, сам Иисус мыл ноги своим ученикам. В Иоанна 13 главе с 3 по 8 стих описывается, как Иисус предложил своим ученикам мыть их ноги. С 4 стиха Иисус встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. И в этом потом позже Петр отказывается, чтобы Иисус мыл ему ноги. И по нататок Петр се отказыва, Иисус да му изми краката, потому что он понимает, кто такой Иисус. За что-то той разбира, кой е Иисус. И тогда Иисус ответил ему. И тогда Иисус мой отговорил. «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Это написано уже в 7 стихе. 7 стих. И получается, что мы также не только должны отдавать, но мы должны уметь и принимать служение, когда кто-то хочет послужить нам. Треба да можем и да приемаме служение, только где-то някую иску да не послужи. 8. Смирен човек всегда благодарен. 8. Смирен човек всегда благодарен. Он благодарен Богу и людям. Благодарен е на Бога и на хората. Послание к Фессалоникийцам написано всегда радуйтесь. В 1. Солунци пиши «Винаги се радвайте». Пункты закончились уже, но я пару моментов скажу, которые меня тоже восхищали. Вече пунктовете приключиха, но искам да ви кажа няколко моменти, които мен ми восхитиха. Иисус проводил время с мытарями и грешниками. Иисус е прикарвал время с бирници и грешници. И я думаю, что ему было все равно, что думали другие люди, например, фарисеи. И сигурно не му е поколу, какво мыслят за него. И это, например, что тоже не нужно зависеть от мнения окружающих. Потому что если зависит от их мнения, то трудно можно будет что-то сделать хорошее, действительно, для служения. За что только зависим от тяхното мнение, едва ли ще можем да направим нечто добро за служението. Я думаю, что личность Иисуса восхищает. Вы восхищаетесь его личностью? Мисля, че личност на Иисус восхищава. Восхищавате ли се от него? И когда я смотрю на эти пункты, и вообще на характер Иисуса. И когда я смотрю на эти пункты, характер на Иисус. Тогда я понимаю, сколько много работ нужно проделать над собой, чтобы хоть немного приблизиться к этому. Тогда разбирам, сколько много работа трябва да се свърши, за да понемалко се доближим до това. И так же меня восхищает, как Иисус, он и спокойный. Също така мен ми восхищава. Иисус е спокойный. Но он твёрд. Но е твёрд. И, например, было место, когда Иисус разогнал людей, которые продавали в храме какие-то вещи. Например, има място в Библията, където Иисус е изгонил хората от храма, когато са продавали някакви неща там. И получается, что когда нужно, он действительно может быть очень... Он был очень... Я не могу сказать сейчас. Строгим, да. И когда нужно, он строгий. Иисус, в същност, когато трябва, той е твёрд. Е строг. И чтобы становиться все больше похожим на Иисуса, то трудно это всего добиться, если в сердце нет любви. И всъщност, да станем повече, да приличим повече на Иисус, е трудно да се постигне без любов в сърцето. Потому что тогда ничего это не имеет смысла. Защото всичко това няма да има смисъл. Потому что и так же это нужно, чтобы нас напълняла Божья любовь, потому что она необъятна и безгранична. Важно е да не приплыва Божията любовь, защото тя е без границы. Вот, поэтому призываю вас по чуть-чуть, каждый день, стремиться улучшать свой характер. За това ви призываю вам всички да се стремят да подобряват свой характер всеки ден. Да, если хочется кого-то судить, то надо остановить себя и подумать, почему он мог так сделать, этот человек. Ако искате, ако понякога имате такива мисли, да усъдите някого, трябва да спрете, да се замислите, за что този човек го направил. Или если появляется какая-то пессимистическая мысль, негативная. Или ако изникват негативни мисли, что в жизни все не так, как хочется, и в живота не е всичко така, както тряпва, както се иска. Нет каких-то вещей. Няма някой неща. Тогда вспомните Павла, который писал радостное послание в тюрьме. Тогава се засети за Павел, който е писал радостное послание в затвора. И есть много разных моментов, и я думаю, что вы все почти приблизились к характеру Иисуса, потому что очень смиренны. И ваше много различные моменты, но мисля, че вы всички почти се доближихте до характера на Иисуса, защото сте много смиренни. Вот, я бы хотела сказать кратку молитву. Искам да кажа кратка молитва. Благодаря тебе, Господи, что ты нас събрал. Благодаря тебе, Господи, че си ни събрал днес. Помогай нам каждый день служить другим людям. Помогай ни да служим на хората всеки ден. Делать это с радостью. Да го правим с радост, с желанием. С желание. Также сделай наши сердца мягкими. Също така направи сердцата ни по-меки. И сделай, помоги нам вырасти духовно. И помогни ни да израснем духовно. Чтобы каждый член нашей Церкви Че всеки член на нашата Церква Стал духовно зрел християнином. Да става духовно зрел християнин. Благодаря тебе, Господи, за все, что делаешь в наших жизнях. Благодаря ти, Господи, за всичко, което правиш в нашите животи. Благодаря тебе, Господи, остатък от това служение. Благослови, Господи, останалото служение. Момолихме се в името на Исуса Христа. Аминь. Аминь. Молодец.